В последние годы, когда я захожу в банк открытия, регулярно вижу, как менеджеры очень упорно направляют людей, которых закрывается, скажем, депозит, в управляющую компанию. Они предлагают открыть в управляющей компании какой-то вклад, и многие люди на это идут. Но в результате они приходят домой, дома говорят, ну все, я теперь инвестор, вообще все классно, но встречают непонимание и говорят, да ты что, тебя обманули, акции эти всякие могут упасть, значит ты там ничего не заберешь, а если заберешь, то с убытками. Человек идет в испуге забирать свой вклад, и действительно выясняется, что забрать его можно только с потерей, и начинаются всякие публикации в соцсетях, что там банки опять обманывают, что там читать мелкий текст надо и так далее. И я попытался разобраться, а что же это такое, и выяснил, ребята, это действительно бомба, это действительно классная штука, но есть и нюансы, поэтому смотрите. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий, ну я наконец заинтересовался, что же такое управляющие компании, что они предлагают, и сейчас я постараюсь максимально подробно объяснить, что это такое. Итак, смотрите, людям предлагают открытие в управляющей компании, как я уже сказал, очень-очень как бы настойчиво предлагают это сделать, и возникает ощущение, что менеджеры на этом заработают. Очень здорово, и могу сказать, что это действительно так, они действительно заработают на этом, но да, и заработает на самом деле управляющая компания, это бесспорно, но я всегда считаю, что надо считать деньги свои, а не чужие. Поэтому давайте посмотрим, что же получаем мы как клиенты, если мы открываем вклад в управляющую компанию, или не вклад, а ну просто вот входим в управляющую компанию. Что же предлагает управляющая компания, что это такое? Ну, во-первых, я могу сказать, что управляющая компания открытие, это отдельная организация, которая занимается именно управлением активами, она входит в холдинг открытия, то есть есть открытие банки, есть открытие брокер, есть управляющая компания открытия, то есть это разные организации. Когда мы входим в открытие, регистрируемся в управляющую компанию, там вот сейчас вы видите экран, что это там лучший управляющий, бла-бла-бла, но что предлагается? Вот смотрите, первое, паевые фонды, давайте зайдем сюда. Паевые инвестиционные фонды. На первом месте они предлагают открытие лидеры инноваций, на втором месте открытие глобальной инвестиции, на третьем открытие акции, открытие еврооблигации, открытие золота, открытие облигации. И что тут еще дальше? Открытие сбалансированной. Так вот, сейчас я попытаюсь немножечко кратенько рассказать о том, что это такое. Ну, смотрите, давайте открытие лидера инноваций. За год эта инвестиция, за прошедший год, кризисный год, год пандемии, дала 67,46% годовых. Вам как? Все еще жалко денег, что менеджер на этом получит свои 300 рублей? Мне кажется, это уже интересно становится. Пай, смотрите, пай 5797 рублей. Дальше. Открытие глобальной инвестиции. За год 58% дала, пай 2351 рубль. Открытие акции дала за год 4332, пай 5552 рубля. Открытие еврооблигаций. Ну, что вы хотите от еврооблигаций? За год 10,8% пай 2245 рублей, но это доллары, ребята. То есть, здесь все конвертируется в доллары, это еврооблигации. Открытие золота. За год 10,42% и золото сейчас начинает расти, потому что ожидается инфляция. Неплохо. Открытие облигаций 2,7% дало. И сбалансированный за год ничего не дало. Почему? Ну, потому что этот фонд, этот пай, пиф, существует меньше года просто. Вот и все. Давайте смотрим подробнее. Что же предлагается? Давайте ткнем сюда. Смотрим. Так. Основные параметры от 3 лет. Это важно. Основной класс активов акции. Инвестиционный риск высокий. Доллары США. Валюта портфеля. То есть, мы вкладываем в доллары США и те самые акции, которые как раз росли в период пандемии. Потому что в период пандемии все уходили на удаленку. И росли, соответственно, интернет-сервисы и социальные сети. Facebook. Alphabet. Это Google. Charter Communication. Microsoft. Дропбокс. Это тоже сервис. Значит, интернет-сервис по хранению данных. Ну, и так далее, и так далее, и так далее. Масса всего интересного. Доллары США. Валюта портфеля от 3 лет. Запомнили, да? Дальше смотрим. Я быстренько, потому что важно время. Так. Открытие глобальной инвестиции. Здесь смешанные акции и облигации от 2 лет. Более короткий срок. Инвестиционный риск высокий. Доллары США и так далее. Здесь Vanguard ETF Short Term Corporate Bond. То есть, это облигации. И дальше Facebook. Berkshire Hathaway. Это фонд под управлением Уоррена Баффета. iShares US Real Estate. Это ETF, который на недвижимость ориентирован. Charter Communication и так далее. Здесь более сбалансированное все. На самом деле. Вот. Более сбалансированная стратегия. Мне это больше нравится на самом деле. Открытие глобальной инвестиции. Открытие акции. Здесь смотрим. Открытие акции. Это российский рынок. От 3 лет. Основной класс активов. Валюта портфеля рубли. Рублевые акции. Давайте дальше смотрим. Пока не рассматриваем. Открытие еврооблигаций. Ну, понятно по названию. Еврооблигации. Оба нам. Значит, 20% Минфин. То есть, российские облигации, которые обладают самым высоким рейтингом надежности. В общем-то, Газфинанс. Это Газпромовский. Федератива Республика Бразилия. У них повышенная доходность. Петро Браз Глобал Финанс. Это тоже, насколько я помню, бразильская компания государственная нефтедобывающая. Лукойл. Турция. Турецкие облигации дают тоже самую высокую доходность и высокую надежность. Ну, и так далее. Ну, понятно, что Мексика. Южная Америка. Все есть. Золото. Золото нынче начинает свой рост, потому что оно падало-падало непрерывно. Сейчас ожидается, что рост золота будет расти. И, соответственно, это основная инвестиция СПДР Голд Траст. Фонд, который просто хранилище золота, грубо говоря. Открытие облигации. Ну, это облигации, насколько я понимаю. Да, это российские облигации. Пока они давали невысокую доходность. Почему? Потому что они упали. Но сейчас инфляция ожидается повышенной. Поэтому, в общем-то, ну, здесь потерять невозможно буквально вот так, скажем. А заработать минимально возможно. Вот так. Ну, и сбалансированный. Ну, сбалансированный здесь Минфин 2932. То есть, это ОФЗ. Это облигации федерального займа. Ну, и дальше идет Сбербанк, Газпром, Лукойл, Норникель, Яндекс, Алроса. Это очень надежные инвестиции. Соответственно, динамика стоимости пая, насколько я понимаю, ее пока нет. Итак, давайте посмотрим, что же вот здесь более подробно. Вот, смотрите. Вот так росло в прошлом году весь вот этот фонд. Ну, согласитесь, очень хорошо. Не знаю, как будет в дальнейшем. Это технологические компании. Они могут так же быстро и упасть. То есть, риски есть. Ну, глобальные инвестиции. Давайте посмотрим тоже на соответствующий график. Он примерно такой же, но здесь риск, мне кажется, поменьше. Я бы предпочел вот этот, глобальные инвестиции. Открытие акции. Это российские акции. Вы знаете, сейчас российские акции находятся на очень хорошем, как бы, это очень хороший вариант. Почему? Потому что в России с бюджетом очень все хорошо. С пандемией мы справились, ну, так сказать, чуть ли не лучше всех в мире. Поэтому все хорошо. Акции будут расти, как я считаю. Но самое интересное не в этом на самом деле. То есть, мы рассмотрели вот эти вот инвестиции. Да, значит, можно вкладываться. Самое интересное следующее. Как обменять паи? Вот здесь вот самое интересное. Смотрите. Мы можем вложить туда произвольную сумму. Ну, вы видите, стоимость пая такая, 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 такая. То есть, минимальная сумма – это стоимость одного пая, грубо говоря. То есть, мы вкладываем 100 тысяч рублей. Мы можем их разложить в разные инструменты. И мы можем их как-то, ну, балансировать сами уже. А можем не балансировать. Просто открытие сбалансированной купили и все. Там и надежность, и доходность. Но мы можем, так сказать, немножечко инноваций купить, глобальных инвестиций. Скажем, 10% в инновации, 30% в глобальные инвестиции, 20% в акции российские, как мы заметили. Ну, еще там 10%, скажем, в золото. Ну, и остальное сбалансированное. Например, вот так. То есть, мы все это можем делать, что самое интересное. В процессе мы можем все это менять. То есть, мы можем часть паев продать, какой-то пай, и вложить полученные деньги в другую инвестицию. Когда это важно? Это важно тогда, когда, скажем, вот сейчас, например, да, инфляция низкая, значит, там все опечатывают куе, но ожидается, что инфляция повысится и ожидается, что доллар, например, вырастет, начнет рост. Почему? Потому что, когда инфляция повысится, ФРС понизит ставку, повысит ставку. И, соответственно, начнется падение рынков, соответственно, увеличится спрос на доллары. И разумно тогда просто продать, например, акции российских компаний и вложиться в глобальные инвестиции. Ну, и это без потери, во-первых, денег, но самое интересное, вот самое интересное вообще, вот прям вот вообще супер, что мне понравилось, это то, что в случае, если вы выполняете все условия, то есть вы держите эти инвестиции 3 года, они у вас выросли, то вы не заплатите налог на доход. Вот, потому что есть по закону Российской Федерации, что если мы держим деньги более 3 лет в одном активе, то, значит, после 3 лет владения этим активом мы его продаем, и мы не платим подоходный налог с разницей между покупкой и продажей. Так вот, мы внутри этого актива можем перекладывать деньги из одного счета в другой, то есть как-то реформировать его, но при этом считается, что это одно вложение, что актив не меняется. Это вклад в управляющей компании, это один актив, вот что важно вообще, ребята, смотрите, ну это уникальное предложение, то есть если вы акцию купили, например, да, акция выросла, вы продали, все, вы теряете такую льготу, то есть надо держать одну акцию 3 года и не продавать ее. Если вы продали, то все, значит, срок начинается заново. Здесь такого нет, вообще супер. Вот это вот прямо мне так понравилось, я прямо вообще в восторге. Ну и не забываем вот про эти графики, которые дают рост, и они дали рост там, соответственно, сколько там, 50-60% годовых. Ну, теперь, значит, о грустном. Что значит вы можете потерять? Да, вот оно, есть условия. Здесь никакого мелкого шрифта, прямо сразу, минимальная сумма инвестирования, 1000 рублей, на самом деле больше, так сказать, потому что для, в случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев фонда в офисе управляющей компании и агента фонда 5000 рублей. Ну, пай стоит в районе 5000, это разумная вещь. Минимальная сумма повторного инвестирования, 100 рублей, в случае подачи, так сказать, 1500 рублей. Ну, вообще смешно, то есть можно докладывать по 100-1500 рублей в месяц, например, да? Ну, то есть это абсолютно доступно для всех. Прием заявок на приобретение погашения и обмен паев. Каждый рабочий день, нерабочие дни, согласно расписанию, значит, там, тра-та-та. Заявки на приобретение погашения и паев подаются управляющей компанией, либо агентом, это понятно. Обмен паев. Обменять паи ОПИФ, рыночных финансовых инструментов. Можно на паи. Открытие акций, открытие облигаций, это то, о чем я только что говорил, вот оно, пожалуйста. Размер надбавки. В случае подачи заявки на приобретение через личный кабинет управляющей компании 0%, ну, короче говоря, нету. Вот. В случае подачи в офисе управляющей компании 1,5% расчетной стоимости, то есть при сумме инвестирования менее 3 миллионов рублей. Короче говоря, до 3 миллионов рублей управляющая компания, если вы к ней вдруг придете в офис, где вы его найдете, не знаю, вот. Но я подаю через онлайн, я уже там зарегистрирован. Размер скидки. Вот здесь вот интересно, вот как раз то, что вы теряете. Если вас, родственники, вдруг убедили, что это там типа лохотрон, разводиловый и так далее, но что я могу сказать, те, кто ищет лохотрон, тот его всегда найдет, тот, кто боится лохотрона, он всегда на него напорится. И если вы побежите, значит, там в течение, там, вы только подали заявку и тут же передумали, побежали там через день-два закрывать эту же штуку, то вы заберете свои деньги, но за вычетом, вот, при сроке владения до 365 дней 2% от расчетной стоимости инвестиционного пая вы потеряете. При сроке владения от года до 2 лет 1% вы теряете, ну, и более 2 лет вы ничего не теряете. Но, как я вам уже сказал, если вы владеете, если вы инвестировали в инвестиционные паи и продержали 3 года, то при этом вы не заплатите подоходный налог, что более существенно, потому что, ну, прибыль, я считаю, что будет практически наверняка. И этот инструмент подходит, ну, как вы заметили, для долгосрочных инвестирований, для инвестирования от 3 лет лучше всего. И это надо помнить, что если вы открываете вклад в управляющую компанию, то вы вкладываете деньги примерно на 3 года, что приятно, что этот инструмент подходит для лентяев, для ленивых инвесторов, для пассивных инвесторов. В отличие от модельного портфеля, про который я говорил, и который дает такую же доходность, но сейчас модельный портфель недоступен для людей без статуса квалифицированных инвесторов. Во-первых, а для квалифицированных инвесторов он доступен только от сумм 300 тысяч рублей. Здесь 5 тысяч рублей минимальная стоимость, во-первых. Во-вторых, вы получаете практически то же самое, но лучше. Почему это лучше, чем модельный портфель? Потому что модельный портфель, вам, вы открыли модельный портфель, инвестировали туда деньги, но вам приходит смс-ка, значит, регулярно, вот она сейчас мне пришла буквально вчера, о том, что есть изменения в модельном портфеле, зайдите в личный кабинет, нажмите кнопку. И для того, чтобы привести портфель в соответствие, то есть какие-то бумаги купить, какие-то продать, здесь вам не надо никакие кнопки нажимать, потому что за вас все это делает управляющая компания. То есть это траст, это управление активами. То есть вы доверяете, ну, то есть вы не только получаете рекомендации, что купить, что продать, но и доверяете управляющей компании сделать это. Почему управляющей компании это интересно? Почему управляющая компания будет заинтересована в том, чтобы вы получили деньги? Потому что, смотрите, да, управляющая компания получает за размеры вознаграждения, вы видите, не более 2,2% от средней годовой стоимости чистых активов фонда. То есть управляющая компания берет себе деньги за управление. И это правильно, потому что, ну, а как иначе, то есть они ищут хорошие инвестиции, они их анализируют, эти компании, они проводят, значит, там фундаментальный анализ, они отбирают те компании, которые дадут вам прибыль, и поэтому они, естественно, хотят получить вознаграждение. И поэтому, значит, чем лучше их рекомендации, чем больше доходность вы получите, тем больше, ну, по идее, тем более ценные эти рекомендации. Поэтому надо платить. Здесь цена фиксирована 2,2%. Что будет, если управляющие будут плохо управлять вашими капиталами? Ну, это значит, что вы расстроитесь и начнете забирать деньги. И, соответственно, там огромные средства, и управляющие будут терять огромные средства. То есть, ну, как бы и сами виноваты, и заслуженно они будут терять, потому что, ну, плохо они управляют тогда. Вот в чем дело. Поэтому они будут стремиться хорошо управлять. То есть, здесь ситуация вин-вин, когда вы платите управляющим за хорошую работу. Управляющие получают вознаграждение за хорошую работу. Они хотят сделать работу хорошо, чтобы получить себе деньги. Все логично. Я не вижу здесь проблем. И, опять же, давайте повторюсь, что давайте мы будем считать свои деньги, а не чужие. А свои деньги, они вот они. Вот они свои деньги. 67%, 58%, 43%. Вы видите? Вот они наши денежки. Здесь еврооблигации, здесь в долларах. Здесь золото тоже в долларах. Здесь тоже в долларах. И посмотрите, куда вкладывают люди. СЧА. Что такое? Сумма, насколько я понимаю, активов в управлении. Здесь 2... Чего там? 2 миллиарда. Здесь 3 миллиарда. Здесь 5 миллиардов. Здесь 1 миллиард. Здесь 500... А, здесь меньше. А, здесь 17 миллиардов. То есть люди очень, очень богатые люди, очень богатые люди предпочитают вкладывать в облигации. Почему они это делают? Потому что для них уже главная задача не получить побольше прибыль, а сохранить деньги, чтобы они не потерялись. Поэтому очень богатые люди вкладывают, вы видите, сколько они вкладывают? 17,5 миллиардов рублей. Вот так. Ну, у нас с вами нет 17,5 миллиардов рублей, к сожалению. Вот, поэтому, значит, поэтому лидеры инноваций, глобальные инвестиции. И, как я уже сказал, можно распределить это без проблем через разные пои и можно в процессе менять, как я уже сказал. Но, в принципе, мне кажется, я рассказал достаточно подробно обо всем, включая риски, включая то, что надо читать мелким текстом. Я думаю, что у вас еще могут возникнуть вопросы, задавайте их в комментариях, либо непосредственно мне, значит, там есть сайт demetkovyur.com, там есть форма для обратной связи, там есть все, как открыть управляющую компанию. Ну, в описании к этому видео будет ссылочка, и я очень прошу вас именно по этой ссылочке пойти, вы понимаете, что, ну, я тоже хочу, чтобы не зря старался. Вот, я считаю, что я заслуживаю вознаграждения этого, во-первых. А вторых, значит, смотрите, ну, на сайте demetkovyur.com, не знаю, я, наверное, введу отдельную кнопочку уже для инвестиций в управляющую компанию, то есть отдать деньги в управление управляющей компании, то есть это будет отдельная кнопочка. Пока ее там нет, поэтому сейчас пока по ссылочке, пожалуйста, переходите. Еще раз повторяю, очень хороший инструмент, мне очень понравилось, я буду инвестировать. Ну, и у меня спрашивают, почему вот я не инвестировал в Jetland, почему? Потому что я сказал, что я хочу добиться сейчас, добить свои инвестиции в холдинге открытия до 2 миллионов, потому что от 2 миллионов я становлюсь VIP-клиентом. Сейчас я пока еще чуть-чуть не до VIP, потому что я, у меня статус плюс, то есть я имею право входить там в VIP-зал аэропорта, так сказать, там вокзалы и так далее, но один. А VIP дает право проводить еще, ну, группу людей из 4-х человек со мной, может пройти через VIP-залы. Вот я хочу этого добиться, во-первых, во-вторых, ну, там еще привилегии, там 3% кэшбэк и так далее на все. Ну, то есть приятные такие мелочи. Я хочу 2 миллиона до 2 миллионов добить сумму инвестиций в группе компании открытия, и вот эти вот управляющие компании входят в группу компании открытия, то есть все это суммируется и все это идет в зачет. После того, как я стану VIP-клиентом в открытии, ну, я буду уже как-то уже диверсифицировать и в Jetland тоже что-то намерен инвестировать, потому что это тоже интересная компания, о которой я говорил совсем недавно. Ну, а чтобы не пропустить свежие новости, я продолжаю инвестировать, я продолжаю зарабатывать статус квалифицированного инвестора уже для жены, я об этом тоже буду рассказывать в ближайшее время. Сейчас поставьте лайк, не пропустите мои видео, для этого подпишитесь, поставьте колокольчик и до встречи. С вами был Демитков Юрий.